Привет, любители Москвы! Вы смотрите передачу Коломенская мозаика, посвященную музею-заповеднику Коломенской на юге Москвы. Ну, видите, вот набережную Москвы реки огородили, ну, не на всем протяжении, но на значительном протяжении. Видите, там делают променад, и, видите, вход закрыт. Короче говоря, будут делать так называемую благоустроенную набережную, современную, там, да, чтобы, как говорится, всякими кафе и прочими там штучками. Ну, как, вот, видите, что творится там, да, вот на набережной, я вам показываю. То есть, везде техника тяжелая, шум, грохот стоит просто неимоверный здесь, вот, конечно, именно на набережной. Ну, а мы сегодня с вами, очень жалко, конечно, все это портится, ее и так, то есть, портили этой плиткой, когда все выложили, голое все сделали, но, видите, какие смотровые уже делают всякие площадки, там тоже, конечно, построят всякие смотровые площадки, всякие там, какие-то малые формы, скамейки ужасные, ну, все это будет, конечно, вот, впереди. Очень жаль, что Коломенская так портят и, так сказать, испоганивают, но, к сожалению, вот такой процесс, мы с этим сделать, увы, ничего не можем, ну, вот, можем только на это смотреть со слезами на глазах, вот, и, в общем, конечно, увидеть, да, и оплакивать то, что этот уголок очень хороший, к сожалению, тоже уходит в прошлое потихонечку, вот, и, ну, а мы сегодня с вами пройдем еще по Голосу Маврагу, сегодня первая часть прогулки, по Голосу Маврагу, вот, всего две части будет, ну, давайте в следующий раз вторая часть, вот это называется Коломенские пруды, два Коломенского пруда, которые были прорыты еще при Алексея Михайловича в 17 веке, здесь, видите, около Москвы реки, ну, видим, для декоративных целей, может, какие-то там катания были, еще что-то происходило, ну, и просто для красоты, короче говоря, прокопали, внизу и Голосово оврага, вот там, на левом берегу Коломенского ручья, который как раз протекает по Голосу оврагу, нижние Коломенские пруды, их два всего, вот, ну, в общем, тут, видите, они сейчас в бетонных берегах, которые сделали еще в советское время, где-то в 70-80-х годах, ну, верхний пруд, он 50 на 20 метров, а нижний где-то 45, ну, они примерно одинаковые, где-то, например, 50 на 20, 40, 50 на 20 метров, вот, говорят, что подпит с родниковой водой, вот, ну, и окружены, видите, газонами всякими стриженными, вот, рыба там, есть лягушки, шаровидные есть и ивы тоже, вот, так что вот тут вот на прудах и довольно много людей, ну, а мы с вами идем по Голосу оврагу, который пока еще не испоганили, ну, во всяком случае, скажем так, не так сильно испоганили, ну, практически минимально, да, по сравнению с тем, что сейчас там происходит вот в районе Жужи, там вот, это набережные Москвы-реки, вот, где вот там памятник деревянного зоочества, вот тот уголок, который сейчас закрыт для посещения, то, что там сейчас творится, видите вы, какие красивые, вот, они шаровидные, даже есть некоторые, вот, но до Голоса оврага они тоже дойдут, просто, ну, запланировано в 2026 году благоустроить Голос в овраг, так что давайте пока еще его не благоустроили, так сказать, короче, не испоганили, да, не изгадили весь этот овраг своим благоустройством, давайте по нему пока пройдем, а то когда еще, как говорится, придется по нему походить, то может уже и уже и никогда, да, ну, по крайней мере, в рамках этого канала, там передач, как вот мы с вами, в рамках нашей встречи, скажем так, вот, ну, такие вот тропинки, люди здесь, как правило, да, кстати, вот этот овраг, он, в общем-то, как бы такой водораздел, примерно, составляет, между, вот такой, что называется, цивилизованной, как иногда говорят, частью коломенского, ну, скажем так, оккультуренной, да, урбанизированной во многом, частью коломенского, там, где вот как раз находятся и всякие кафе, всякие сувенирные магазины, там, да, разные, так сказать, знаменитые памяти архитектуры и так далее, и так далее, ну, уже там в значительной степени такого туристические, так сказать, достопримечательности, вот, а этот вот, так называемый, дикая часть, дикая часть, которая, в общем-то, достаточно, ну, не так, конечно, активно посещаем людьми, потому что, все-таки, ну, во-первых, здесь не так много достопримечательностей, прямо скажем, да, не все же, не всем же нравится вот так вот гулять по берегам, ну, а кроме того, все-таки она довольно отдаленная, и поэтому далеко не все люди просто сюда доходят, элементарно, понимаете, многие люди просто приходят, вот, с метро Коломенска идут, ну, что они прежде всего, что они видят, они видят, конечно, естественно, центральную часть в основном, да, там, где как раз задние, передние ворота, вот, весь этот комплекс там, построек и так далее, ну, а сюда дойти, знаете, это тоже, все-таки, где-то около километра, вот, ну, и не всем хочется тоже, что-то, скажем, ходить там гулять, поэтому, ну, вот, ну, народ, конечно, всегда тут есть, и не так, что прямо совсем никого, кого-то без людей здесь тоже особо не наблюдается, а уж тем более летом, ну, может зимой там, или, я не знаю, уж там совсем рано утром, например, да, или в плохую погоду, ну, да, тогда, наверное, если, например, дождик сильный, конечно, здесь, наверное, людей практически не будет, а так, когда, если вот такая хорошая погода, летний солнечный день, ну, всегда кто-то будет встречаться, но вот это вот голосов овраг, вот я сейчас иду, значит, по берегу, там вот он протекает, там внизу протекает Коломенский ручей, вот, ну, по сути дела, это Коломенский, он просто называется по, в общем-то, селу Коломенское, которое здесь находилось по местности, да, а по сути дела, ну, в общем, просто обычный безымянный ручеечек, там протекал приток Москвы-реки, вот там как раз это низовье, да, и там дальше впадает вот этот ручеек Москва-реку, вот как раз я показывал, да, откуда я начал, я начал как бы снизу, да, и тут сейчас к верховьям этого ручья, ну, и питается он родниковой водой, тут довольно много родников, на самом деле, вот в этом овраге, вот, которые питают вот и пруды, и вот разные ручьи, и прочие пруды, ну, ручей тут в основном один, но родников довольно много, вот, и говорят, что вода в нем очень стадионная, дашь тебе круглый год, и одна температура, плюс четыре, и поэтому она даже зимой не замерзает, этот ручей, вот, и поэтому наделяет ее тоже такие плотности, вообще этот овраг, он навеян такими разными слухами, но само название голосов, оно, в общем-то, хотя возможно, вообще просто, так вот, само название, возможно, оно происходит просто от фамилии голосов, да, некий был такой, но, в общем-то, так сказать, традиция такая, еще древняя, выводит от слова Велес, то есть, это древний языческий бог, покровитель там скота, земледелия, ну, и подземных всяких там царств, и так далее, то есть, ну, в общем, такая мифология уже, да, скажем, идет, вот, Волос или Велес, там его по-разному называли, то есть, вот так вот, ну, в общем, поэтому здесь же жили древние финно-угорские племена, это, в принципе, доказано, действительно, они здесь жили, вот, на берегах Москвы реки, ну, и этого оврага, видимо, тоже здесь, дохода, задолго до прихода славян, и, в общем, здесь нашли всякие следы, там, древних поселений, в общем-то, еще очень-очень древних, еще там чуть не до нашей эры, как говорится, Дрожества Христова, да, вот, и геологи тоже говорят об этом, ну, в общем, короче говоря, тут такие древние, действительно, места, это факт, ну, и финно-угорские племена здесь были, и вот этот их бог, в том числе, да, там, может быть, как говорится, в общем-то, из-за этого, да, там, Велес, волос, голос, да, голос в овраг, как бы так, вот, ну, и вот, видите, очень-очень хорошо тут идти, такие тропинки, вы знаете, как будто вы находитесь где-то, вот, действительно, в сельской местности, очень приятно здесь, вот, тут, и бывает настилы, бывает просто там грунтовые дорожки, вы можете выбрать чего вам угодно, в принципе, можно и по тому, по той стороне берега идти, это в ручья, можно по другой стороне и так далее, ну, и тут, в общем, скажем так, есть всякие мифы там, да, то есть, всякие тайны, что якобы здесь люди исчезали в этом овраге, даже целый отряд воин и хана Девлет-Гирея, какие-то некие исчезли тут, татарские там всадники, вот, они тут исчезли, и потом, как бы, ну, куда-то пропали там в тумане, да, и потом, в общем, короче, их нашли только через 50 лет, вроде как они остались живы там, ну, кто-то говорил, что тут какой-то необычный был туман, они, короче, тут запутались, и каким-то образом 50 лет провели, вот, и, в общем, даже было целое дознание по этому поводу проведено, и, якобы, это была правда, ну, в 19 веке тоже тут люди пропадали, причем даже какой-то милиционер тут встретил некого, так сказать, ну, в общем, скажем так, какого-то, так сказать, существа там, да, в тумане, заросшего шерстью дикаря, ростом больше двух метров, он вытащил пистолет, ну, а это таинственное существо, оно исчезло в тумане, какие-то крестьяне тут пропадали, да, и не могли потом отсюда никак тоже выбраться, потом, вроде бы, выбраться же 20 лет прошло, тоже в каком-то тумане таинственном тут блуждали, ну, вот, видите, такой ручьек, ну, тут уже, видите, немножко, конечно, видны, безусловно, следы деятельности человека, так сказать, благоустройства, еще советских времен, преимущественно, да, ну, где-то 90-х годов, то есть, вот эти все бетонирования, камни, камни, это в самом же 90-е годы, при Лужко, уже вы помните, была тоже реконструкция, вот это музей-заповедник Коломенского, всего ансамбля, не только, вот, голосов оврага, ну, и здесь голосов овраг, то он в меньшей степени подвергся, как говорится, разным этим антропогенным воздействием, но все-таки, конечно, тоже подвергся, ну, и в итоге, конечно, там уже что-то подгнило, что-то там уже, безусловно, вон, видите, какие-то плиты положили, ну, они уже, видите, в каком состоянии находятся, положили, и, в принципе, кто-то может сказать, зачем, ну, как бы сделали, можно было бы, конечно, можно было бы, просто дело в том, что, чтобы не подтапливало, чтобы можно было, грубо говоря, вот ходить по тропинкам, и так далее, а так, если бы, грубо говоря, вот не положить вот эти все плиты, видите, тут мостики сделали, но это уже, не так давно, конечно, вот эти все мостики, вот уже при Собянине, безусловно, вот эти, он любит очень эти настилы, всякие, мостики такие, ну, вот и скажем так чтобы да не потапливал а то просто бы грязи конечно было бы много и естественно чтобы люди грубо говоря ноги не пачкали ноты я пишу он другую сторону здесь уже опять же можно и по той стороне пройти как видите тут два берег то тут сделали видите даже такую же площадку вот чтоб никто туда не упал тоже там берега видите крутизна некоторые есть но в другой стороны мы так и плохо конечно ни к чему вполне можно было без ее обойтись но все равно очень хорошо что здесь заросли прямо обратите внимание просто заросли ты идешь и птички щебечет там кузнечики там все и поэтому даже некоторые считают что голосов это потому что здесь какие-то голоса но смысле голоса птиц голоса там всяких насекомых которые стрекочут там шум воды вот это все то есть короче короче говоря голоса природы убить и какие вот смотрите вот видите тут немножко подтопление и поэтому чтобы вот это вот все не подтапливалось и можно вообще тут было ходить ну вот вроде как из-за этого там искусственно сделали такую каменную обработку от этого колобинского ручья но еще раз повторюсь все это можно было вполне и так сказать не делать без этого вполне можно было обойтись вот но уж еще раз пакостить и приходить сюда еще ну я представляю тут технику нагонят но вы видели все на набережно также то же самое будет и здесь то есть тут будет шуршать всякие эскаватора разные как говорится и прочая тяжелая техника крейдера всякие которые тут будут все снимать вынимать как говорится все там бетонировать плиткой а делают река плитку конечно сделают там уже тропинки вот эти вот к по которым мы сейчас ходим часто видите как хорошо идти в эту по грунтовому покрытию стать намного лучше ходить чем по плитке даже по асфальту вот поэтому по грунту просто прекрасно ноги прямо отдыхают идешь вот на асфальте и плитки или ноги намного быстрее встают а здесь можно идти идти прям практически бесконечному к усталости нет а еще смотрите какие деревья тут свисают и очень прохладно вот а здесь очень много родников вот эта кадочка родник называется ну а в принципе тут очень много еще и безымян граника уметь и мужик но воду набирает вот сюда многие приходят за водой но честно говоря я бы лично не стал пить эту воду и я не знаю что использовать ее в качестве питья кто-то на кто-то и пьет вот но я бы лично не стал рисковать и вам и не советовал потому все эти воды там сами знаете все эти родники они все равно загрязнены в настоящий момент сожалению вот это вот путь на девичий камень тут находятся два камня таких больших валуна давайте следующий раз я вам более детально покажу ну а здесь вот там вот девичий камень а сейчас здесь вот покажу еще мужскую камень находится то вот лесенка идет кстати выходы есть там увидите лесенки постоянно поднимается вот видите этот так сами гусь камень этот мужской камень он прям здесь вот буквально на берегу находится такой валун из мелкого такого кварцевого кварцита такого да сделано так вот в принципе ага такой валун большой кварцевый песчаник такой поверхность полтора метра но он туда еще очень сильно заглублен землю в народных сказаниях нравится как голова коня вот ну гусь уточка это были такие священные птицы тоже славянской мифологии то есть это тоже связано связывают по крайней мере с тем что здесь язычники жили в общем но в том что и камням поклонялись ну равно как и другим силам природы так что понятно тут вот ленточки висят всякие на счастье но считается что как бы для подтверждения скажем так своих на вере над ленточку повесить вот повязывать как бы да что вот это самое ну наверное разговаривать там с богами какими-то но мне все это не совершенно не близко да все эти там боги разные славы вот но во всяком случае так сказать такие вот многие люди в это все верят приходят сюда там как-то поклоняется всем этим камням ну наверное в большей степени конечно это все не то что прям уж сильно искренне и по большой вере там прямо от души но скорее так больше им такой ритуал соли обряд как бы так но наверное все равно что-то там души это ёкает на какие-то все-таки что а вдруг что-то сбудется тогда поможет какая-то сила говорит исходит от этих камней многим там помогает новую ученые там они выяснишь там какой-то электромагнитное поле особенно есть и вроде как это как раз поле одной способствует там разным каким-то так сказать исцелением но я вас это не очень верю вот и мне больше вот интересно вот эти конечно вещи то есть именно заросли до разных растений конечно которых тут просто полно обилия вот можем ботанику прям изучать по этим растениям тут практически не тронута природа ну вот так что вот прям человеческий рост отойдешь да видите как вот я иду даже некоторые выше человеческого роста там же склонны такие довольно крутые а там вот слева находится село дьякова и помните в дьяковскую церковь вот недавно показывал секретове николаевна предтеча ну а справа соответственно колонец то есть тут фактически чай вот раздел не только между цивилизованной и дикой частью колонец кого но еще раньше был такой вот этот голос фавраг он как бы разделял еще раньше два села то есть колонец к и дьякова сейчас они фактически следить как бы ну потому что находится на территории музей заповедника колонец к а раньше это было